Да, вы угадали. Я опять в дороге. Я сегодня с Галинкой, где мы красноселенькие, не договариваясь. Мы приехали в поселок Переяславка, и сейчас у нас начинается очень интересный маршрут. Вообще не ожидала, что в Переяславке такой шикарный спортивный комплекс. Проверяем мостик на прочность. Где же? Красота здесь, конечно же, летом. Но летом я сюда никогда не попадаю. Путь наш сегодня пролегает вот по такому лесу, симпатичному, по такой дороге. Идти нам около шести километров до интересной точки. А по пути нам встретилось чудо-дерево. Видели, когда-нибудь такое? Глядите здесь. Теперь попробуйте разгадать. Здесь дуб, береза, дуб, береза череду. Монгурский дуб и черная береза. А черная это урская береза. Называется «Найди 10 отличий». Дуб. Береза, береза, дуб. Говорят, здесь невероятно красиво в начале октября. Вот эта вся дубовая аллея, она имеет кучу различных оттенков. Желтые, красные, бордовые. И усыпает вот эту тропу прям настоящим толстяным ковром. Эх, надо съездить осенью. Мы ушли с колеи. Теперь идем по такой тропе. Вокруг по-прежнему такая же прекрасная картинка. День потрясающий. Воздух. Знаете, воздух такой прям густой, насыщенный. Идем и пьем. А вот еще одно чудо вам природы. Черная и белая береза из одного корня. Итак, мы пришли к нему с внешним значением. Сколько? Шесть километров, да, прошли? Ну, пять с половиной. Пять с половиной где-то. Все, ну, пошли. Пойдет нормально, все живые, все дышите. Жизнь нашли среди белого безмолвия. Железо появилось только, начало появляться в первом тысячелетии. Чуть-чуть вот пораньше. То есть в третьем тысячелетии точно все железо не было. То есть выполняли либо камнем, либо костиком какой-то, скорее всего, камнем методом глубокой желобчатой. Рисунки сделаны очень аккуратно. Достаточно качественно. Вот сейчас вот, не знаю, я бы, наверное, с трудом бы их выполнил. Представьте, вот люди пять тысяч лет назад их там вырезали. То есть такое место достаточно интересно. Рисунки эти очень важны для ученых, для нас. То есть по этим рисункам мы можем примерно представить, как здесь люди жили, что веровали, что у них происходило, что у них происходило у этих людей. То есть письменности не было. И вот только по-постерому. Только вот по этим рисункам мы можем себе представить, что они здесь, что здесь было. А это река Кия, и, видите, еще даже катаются на снегах холи. Наверное, достаточно рискованно это делать. И с надписями датированы и 35-м годом, и 59-м годом. А там рисунок охра и красная. Это уже охра, это природная краска. Сюда подходите, подходите. Рисунок, который на граните, вот она сверху, это личина. Видно то, что личина пострадала, и какие-то недалекие люди воно дробью расстреливали. Видите, вот эти свежие пятна, это дробь. То есть охотники, рыбаки, здесь это все дело страдает. Это самое главное, самая большая здесь экспозиция, как я уже сказал. Здесь 4 личины. Вот вверху одна. Вот одна, вот одна. Здесь часть сколота, и вот еще одна. То есть это уже конкретно исторический, конкретно уже несколько тысяч лет назад эти были рисунки. То есть это уже прям история, история. Рисунок, он отличается. Круглые, аккуратненькие. А это вот специально сделано вот так. Несколько новых личин. Вот эта самая большая здесь. Вот она, видно, так же сияние. Чук-чук-чук-чук-чук. Вот она, личико, мордочка ее. Она была скрыта несколько тысяч лет. То есть вот этот слой образовался там 2-3 тысячи лет. И вот его вскрыли. Ну, ученые предположили, что здесь что-то есть интересное. Но вот откопали два новых рисунка. А тут и оленя можно распределить. Вот здесь вот, прямо напротив меня. Здоровый такой. Трогать нельзя. Не желательно. Видите, она самая большая. На самом конце выделена середина 50-х годов. Эта схема нарисована. И вот здесь было две змеи нарисованы. Они уже потеряны. Здесь уже скололось. Вот эта змея еще есть. Вот она. Вот эти две уже потеряны. Вот такая вот схема. Ну, согласно легенде, вот эта личина обозначает какой-то род. И посреди вот такого шикарного белого солнечного безмолвия у нас с Галей Масленица во всем великолепии. Сейчас передохнем здесь немножко. Вот даже такой у нас чай есть. Передохнем, перекусим и пойдем дальше. Путь-дорогу у нас за плечами сегодня 13 километров по бездорожью. Мы очень-очень активно прошли. Очень весело, очень красиво, очень позитивно. Под ярким солнышком, с позитивными людьми. Вот с таким вот прекрасным настроением. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова